Шаман считает, что своим концертом у посольства США он вынудил Байдена сняться с выборов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай на этой неделе. И через несколько часов после выхода из президентской гонки Байдена демократы получили более 50 миллионов долларов пожертвований, что является рекордом для их кампании 2024 года. Ну, как я сказал, в контекст немножко погрузили, но вопрос у меня о другом, о Трампе. Вот хотелось бы все-таки для наших зрителей расписать возможные сценарии того, что будет. Потому что, ну, понятно, выборы еще впереди, непонятно, кто победит, но велика вероятность, что это будет Трамп. И хотелось бы с вашей помощью рассмотреть все возможные сценарии от самого плохого до самого оптимального и благоприятного. Вот потому что сейчас говорят о том, что Трамп остановит эту войну. И риторика нашего президента в этом контексте тоже, она несколько, не сказал бы, что меняется, но корректируется. Поэтому хотелось бы все-таки обрисовать возможное будущее, если это можно сейчас сделать. Вы знаете, во-первых, конечно, сейчас вероятность победы Трампа очень велика. Но после вчерашнего заявления Байдена о том, что он выходит из президентской гонки, скажем так, если до вчерашнего заявления вероятность победы Трампа была очень близка к 100%, потому что, ну, Байден находился в столь тяжелой, плохой физической форме, что, в общем-то, заставить себя голосовать за такого человека было довольно сложно. И я так понимаю, что, ну, за исключением вот такого, ну, совсем ядерного электората демократов и, ну, какого-то личного электората Байдена, мало кто из, скажем так, классической формулы неопределившихся голосовал бы за Байдена. В ситуации с, ну, наиболее вероятным кандидатом, которого, скорее всего, демократы выдвинут вместо Байдена, это будет Камала Харрис, и здесь все-таки какая-то неопределенность возникает. Поэтому по-прежнему, конечно, Трамп является наиболее вероятным победителем этой президентской гонки, но уже, ну, не совсем все-таки 100%, потому что здесь могут быть какие-то неожиданности, связанные с тем, что неопределившиеся, среди них есть много людей, которые опасаются президентства Трампа, ну, все-таки, скажем, такое техническое голосование не за, а против. То есть вот те, кто против Трампа, они могут консолидироваться, ну, и преподнести какой-то сюрприз. Но это все, как всегда, во время президентских выборов Соединенных Штатов Америки, это гадание на кофейной гуще. Поэтому все-таки наиболее вероятный исход этих выборов – это победа Трампа. Победа Трампа – это плохо. Это плохо. Ну, с моей точки зрения, мы же каждый говорим на своем мнении, основанном на каких-то обстоятельствах. Победа Трампа – это, безусловно, плохо для Украины, прежде всего. Для Украины и для Европы. Потому что Трамп, особенно, так сказать, после того, как он определился со своим вице-президентом, с Венсом, который открыто говорит, что ему совершенно наплевать на Украину, и Трамп, который говорит, что, в общем-то, мы, как он считает, он, так сказать, закончит войну тем, что он фактически заставит Украину подписать какое-то соглашение с Путиным. Причем будет шантажировать Украину тем, что если она не согласится, то он прекратит финансовую помощь, вообще прекратит всякую помощь Украине. Значит, вообще, все эти, конечно, разговоры о том, что он закончит войну в этом году, это абсолютная утопия, ну, по массе причин. Прежде всего, потому что для того, чтобы закончить войну, нужно согласие двух сторон. Россия, ну, а если конкретно говорить, Путина, и Украины. Никакой точки компромисса между представлениями о завершении войны, которая существует в голове Путина, и той версии завершения войны, которая существует в головах украинцев, по крайней мере, абсолютного большинства украинцев, ну, и, в частности, политического руководства Украины во главе с президентом Зеленского. Так вот, точки компромисса здесь просто нет. Потому что для Путина завершение войны, он изложил конкретно, что такое для него завершение войны. Это фактически полная безоговорочная капитуляция Украины. Другого варианта для него нет. Это, значит, то, что он называет демилитаризацией, это ликвидация фактически армии или сокращение армии до, там, я не знаю, нескольких тысяч человек. Это внеблоковый статус Украины. Это то, что он называет деноцификацией. Это все, что связано со сменой руководства. Он не признает президента Зеленского легитимным президентом. Поэтому, безусловно, как только начнутся переговоры, он потребует, чтобы была заменена власть в Украине. Ну, короче говоря, это полная и безоговорочная капитуляция. То есть у него цель уничтожения Украины как независимого государства и деноцификация, то есть фактически уничтожение геноцид украинского народа. Что он, собственно говоря, пытается сделать. Позиция, как ни странно, позиция Украины заключается в том, что она не собирается самоликвидироваться и заканчивать самоубийством. Но вот между этими двумя позициями точки компромисса просто не существуют. И поэтому Трамп, когда он говорит о том, что он предъявит ультиматум и Путину, и Зеленскому, ну, а что он будет делать, если обе стороны не согласятся с этим ультиматумом? Потому что у него есть варианты, что он будет делать, если не согласится Зеленский. Это прекращение помощи Украине. У него есть вариант, что он будет делать, если не согласится Путин. Как бы он обещает завалить Украину оружием. А что он будет делать, если не согласятся оба? На этот вопрос ответа нет. Нет, ну вообще-то в целом достаточно фантастический вариант. Войну он, конечно, не прекратит. Это исключено. Ну и кроме всего прочего, тут есть одна еще особенность существенная. Дело в том, что Трамп, он всегда пасует при столкновении с авторитарными лидерами. Мы помним, как он обещал решить проблему с Северной Кореей. И очень долго хвалился личным парнем Ким Чен Ыном. Значит, помните эту знаменитую его встречу, в ходе которой не было решено ничего. Он обещал, что он решил проблему ядерного оружия Ким Чен Ына. Ничего он не решил. Ни одного, ни на миллиметр дело не продвинулось. Поэтому Трамп пасует перед авторитарными лидерами. А уж его опыт общения с Путиным показывает, что перед Путиным он пасует еще больше. Тут проблема еще и ролевого поведения. Трамп предприниматель. Для Путина это коммерс. Путин бандит. Путин ГБшник. И он привык таких коммерсов, что называется, ломать через колено. И он, в принципе, к Трампу относится именно так, что это коммерс, это деляга, которого всегда можно подавить. И, в общем-то, Трамп чувствует вот эту вот ушлость Путина. И, в общем-то, он, так сказать, пасует перед ним. Он немножко даже заискивает. Хотя это, конечно, очень странно, когда лидер, он был тогда президентом, когда лидер крупнейшей, самой мощной державы современности пасует перед, так сказать, главой узурпатором, в общем, не самой мощной державы на планете. Ну, там ядерное оружие понятно, но, тем не менее, экономика, конвенциональное оружие там значительно слабее. И, тем не менее, он пасует. Просто вот это особенность личности. Поэтому ничего, конечно, Трамп не решит в этих вопросах. Но он может довольно существенно сократить помощь Украине. Это, скорее всего, произойдет. По сути дела, это и заявлено. Я думаю, что поэтому президентство Трампа будет довольно тяжелым испытанием для Украины. Надежда, безусловно, на Европу. Европа остается. Европа уже доказала то, что она не оставит Украину без помощи. НАТО в целом, который не сводится к Соединенным Штатам Америки. Европа сейчас пытается создавать свою армию, создавать свою систему ПВО и так далее. Поэтому, в принципе, вот эти тяжелые четыре года, которые неизбежно наступят, если и когда Трамп снова вернется в Белый дом, они в какой-то степени компенсируются тем, что Европа будет по-прежнему помогать Украине. Что же касается надежды и тех слов, которые говорит президент Украины Зеленский, то они связаны просто с тем, что, ну, вы знаете, но Зеленский – это политик, это глава государства. И, естественно, он должен взаимодействовать и пытаться взаимодействовать с любым президентом Соединенных Штатов Америки, поскольку это самая сильная, самая влиятельная страна в мире. И поэтому, естественно, взаимодействует, тем более, что это страна, которая входит в НАТО и является ведущей страной НАТО. И поэтому, естественно, Зеленский должен выстраивать отношения с любым президентом, кто бы не был избранным. Поэтому то, что он в какой-то степени сейчас, так сказать, пытается выстроить отношения заранее с Трампом, это понятно, объяснимо. И здесь нет ничего ни зазорного, ни неправильного. Но это политика. И поэтому, когда Зеленский говорит о том, что тоже там есть какой-то план завершения войны в этом году, то это, безусловно, ну, некоторая игра. Я уверен абсолютно, что сам Зеленский прекрасно понимает, что никакого завершения войны в этом году не предвидится. Хорошо. Вы уже начали отвечать на мой вопрос, который я бы хотел задать. Потому что с точки зрения Трампа и Украины мы поняли и понимаем, и понимали, что это не дружественные эмоции и отношения. Но вы уже начали рассказывать о том, как будет проходить взаимодействие между Трампом и Путиным. Но я бы хотел все-таки еще углубиться и нашим зрителям еще больше объяснить. Если Трамп не друг Украине, то Трамп друг России или друг Путина? Или какого рода отношения будут выстраиваться? Трамп вообще не друг никому. Трамп друг одному единственному существу на планете. Друг самому Трампу. Значит, что касается... То есть, ну, тут есть разница между его отношением к Украине и отношением к России. Дело в том, что Трамп по своему типу личности, он, так сказать, учитывает, что называется, масштаб, объем, так сказать, собеседника. И в его представлении Украина, как страна существенно меньше, чем Россия, она заслуживает и меньшего уважения. То есть, он, ну, знаете, вот есть такие животные, существа, амебы, они реагируют на размер. И вот, если, так сказать, большое тело перед ним, они стараются, так сказать, считаться, стараются убежать. Маленько они поглощают. То есть, в этом смысле Трамп, он очень похож на амебу. Он реагирует на размер. Значит, он считается с большими, с сильными. И поэтому Россия, ему, он, конечно, никакой не друг России, никакой не друг Путина. Но он склонен считаться с Россией, потому что она достаточно большая, по крайней мере, по территории. У нее есть довольно большое количество ядерного оружия. Поэтому Трамп готов считаться с Россией. Украина меньше. Украины нет ядерного оружия. Украина, экономика сейчас в довольно тяжелом положении в результате войны. И поэтому для Трампа Украина неинтересна вообще. То есть, собственно говоря, он и откровенно, особенно его вице-президент нынешний Венс, об этом откровенно совершенно говорит. Что ему совершенно наплевать на Украину. Вот такая вот история. А что касается друзей, то у Трампа друзей, конечно, нет никаких. Это не тот человек, который вообще понимает, что такое дружба. Вы сказали, что и Владимир Зеленский тоже понимает, что никакого окончания в этом году быть не может. Но если зайти с другой стороны к этому вопросу и попытаться посмотреть не как окончание войны, а как начало процесса окончания войны. То есть, понятное дело, что единомоментно это, скорее всего, не произойдет. Но какой-то длинный путь, на который каждая сторона, ну якобы, хочет встать, он прорисовывается. Потому что и президент сказал, что, заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить за стол переговоров о прекращении войны. Прямая речь. Он говорит, что это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. То есть, это уже какая-то прорисовывается как будто бы заморозка с де-юре ситуации, где мы считаем, что это наши территории и не будем от них отказываться. Но фактически это будет заморозка. И, возможно, следующая война через 10 лет, чтобы восстановить эту справедливость или что-то в этом роде. Здесь же сторона Путина, она тоже говорит о том, что она хочет как бы сесть за стол переговоров. И этот общий знаменатель, он прорисовывается. Просто, как вы правильно сказали, нереалистичные друг у друга, точнее, сценарии завершения войны ни одна, ни вторая сторона принимать не хочет и не собирается. Но здесь же тоже ситуация того, что ресурсы не бесконечные. Вот в Блумберге или в Financial Times говорят, что ресурсы советского производства в России, они подходят к окончанию. Санкции давят. В общем, неприятно это. И Путин сам говорит, что ну давайте садиться, давайте вот мы все это забудем, вернемся в обычный режим торгов. И как бы понятно, что это болезненный для него момент. И понятно, что как бы хочется все это закончить и ему. То есть желание есть, время тоже поджимает, но вот этого компромисса и точки, на которые бы начался этот процесс, его не видно. Или все-таки этот процесс, по вашему мнению, он начинается? Знаете, процесс движения к окончанию войны начинается в момент, когда война начинается. То есть понятно, что войны когда-нибудь заканчиваются. Весь вопрос как? Я не вижу сейчас какого-то серьезного движения к окончанию войны. Понимаете, дело в том, что да, есть риторика. Цель этой риторики заключается в том, чтобы как бы объявить агрессорам другую сторону. И Путин, когда он говорит о том, что да я готов к миру в любой момент. То есть это работа на мировое общественное мнение. Прежде всего, конечно, на страны глобального юга. Потому что с Европой, с Соединенными Штатами Америки все понятно. Он для себя эту дверь закрыл. Но для стран глобального юга он должен демонстрировать миролюбие. Он говорит о том, что он готов прекратить эту войну. Но, естественно, на своих условиях. Значит, в свою очередь президент Украины Зеленский, он тоже не может в ответ на это говорить, что нет, мы не готовы договариваться. Путин военный преступник и так далее. И поэтому, собственно говоря, весь этот, все эти саммиты мира, с моей точки зрения, я не думаю, что всерьез кто-то считает, что вот там в ноябре или после кто-то проведет второй саммит мира, и на этом саммите мира будет достигнут мир. Я абсолютно убежден, что среди политического руководства Украины нет столь наивных людей, которые всерьез считают, что вот проведут они второй саммит мира, и каким-то образом там случится мир. Ну, во-первых, потому что Россия уже заявила, что она на этот саммит не приедет, ее делегация не приедет, не говоря уж о Путине, вообще Россия не будет представлена на этом саммите мира. Процесс, который сейчас идет, это, я бы сказал, процесс, ну вот, например, важный процесс обмен пленными. Это важный процесс. Но при чем тут мир? Понимаете, где обмен пленными? Это очень важно, это здорово, что люди возвращаются домой, украинские военные возвращаются из плена, они живые, они, так сказать, их ждут. Это замечательная новость. Но к миру это не имеет никакого отношения. Война продолжается. Что касается того, что Путин, ну вот как иногда пытаются представить, что у Путина такая ситуация, что он, его вынудит завершить войну, эту войну, это, мне кажется, очень сильное преувеличение. Потому что экономика России, да, безусловно, она не в лучшем состоянии находится, но она очень далека от, так сказать, какого-то разрушения, там, говорить о том, что экономика России в клочья не приходится. Ну, несмотря на санкции, в России в целом наблюдается некоторый рост. То есть благодаря военным инвестициям, понятно, что этот рост, он не очень здоровый. Понимаете, когда идет производство танков, например, то в целом это вряд ли улучшает жизнь людей. Но это дает зарплаты, это в конечном итоге дает возможность, так сказать, каким-то людям повышать свое благосостояние. То есть на самом деле все не так ужасно в России, как иногда хочется представлять. В общем-то даже и некоторый рост зарплат происходит. Да, безусловно, сейчас благодаря, в том числе, усилиям вооруженных сил Украины происходят некоторые переборы. Удары по нефтеперерабатывающим заводам оказывают удары по нефтеперерабатывающим заводам. Потому что у России это, безусловно, очень, так сказать, уязвимое место. Потому что у России нет серьезного складирования нефти. То есть нефть в основном идет либо сразу на продажу, либо на переработку. И поэтому удары по нефтеперерабатывающим заводам, они действительно оказывают серьезное воздействие. Какой-то возможный дефицит бензина тоже может произойти. Но пока до этого далеко. Поэтому вот как-то говорить сейчас о каком-то серьезном кризисе, который заставит Путина сесть за стол переговоров, Да нет этого. Понимаете, этого нет. Вы говорите о том, что, да, советские запасы, они истекают. Но идет производство военное. Там в месяц производится 1600 танков. И это... Там Украина действительно... Вооруженные силы Украины смогли уничтожить значительную часть советского запаса танков. Но там было произведено столько, что хватит еще на длительный период. Ну, это речь идет о танках, конечно. Здесь я не думаю, что будут исчерпаны возможности. С самолетами сложнее, безусловно. И то, что Украина смогла уничтожить какую-то часть, значит, самолетов российских, это движение в сторону исчерпания, безусловно. То, что уничтожен Черноморский флот, это огромная заслуга украинских вооруженных сил. Это факт. Но еще раз, все, что... Вот я сейчас перечисляю, не означает, что Россия находится в таком состоянии, когда Путин прекратит войну. У Путина не кончаются человеческие ресурсы. Он по-прежнему может в день по тысяче человек, ну, примерно по тысяче человек, отправлять, мобилизовывать, покупать, по сути дела. Потому что сейчас в некоторых регионах единовременно плачут по полтора миллиона рублей за подписание контракта. Это огромные деньги для людей. И люди идут, и это, по крайней мере, исчерпание вот этих вот мобилизационных ресурсов не предвидится. Поэтому вот нет вот такого вот фактора, который бы, скажем, в этом или в следующем, или даже там в 2027 году был бы пределом, после чего Путин вынужден будет, так сказать, ну, что сделать? Отвести войска? Нет, этого не будет. Поэтому ситуация, в общем, как мне кажется, такая, что, ну, если не, так сказать, не надеяться на чудо, всегда есть возможность там какого-то черного лебедя. Но если не надеяться на чудо, если не надеяться на какой-то внезапный фактор, там, смерть Путина или убийство Путина, что я считаю, был бы самым хорошим вариантом, я абсолютно убежден, что самым правильным вариантом завершения войны было бы, так сказать, было бы уничтожение главного злодея. То есть, так же, как в свое время уничтожили, значит, Хамени, вернее, не Хамени, вернее, уничтожили главного террориста, значит, Усама Бан-Ладена, виноват, оговорился, уничтожили Усама Бан-Ладена, то, конечно, было бы идеально завершить войну уничтожением Путина, потому что это, на самом деле, террорист номер один. Но, к сожалению, политической воли для этого нет ни у кого. А так, в принципе, ресурсы этой войны, они достаточно большие. Поэтому я бы не стал, так сказать, сеять какие-то необравданные ожидания. Слишком тяжело разочарование бывает. Хорошо. Если по ресурсам понятно, что запас мощности есть и у одной, и у другой стороны, воевать могут, тогда вопрос такой. Нет ли, ну, конечно, тоже по вашим ощущениям, может быть, у Путина таких ощущений, что он понимает бессмысленность уже этой войны. Если в начале полномасштабного вторжения была возможность захватить Киев, захватить Одессу, выстроить ту линию территориальную, которую ему хотелось, этого ему не дали сделать. И сейчас он имеет то, что имеет, продвигается в Донецкой и Луганской области. Но глобально мы же видим по Харьковскому направлению фронт достаточно мощный, и он не обрушится. Поэтому в чем смысл терпеть эти санкции, строить эти танки, чтобы захватить еще одно село в Донецкой области, чтобы захватить еще одно село в Луганской области? Он же уже не захватит Одессу, не пройдет туда. Поэтому для него, как бы стратегически, он ничего уже не выиграет в этой войне. Он просто будет топтаться на месте. А платить придется дорого, и терпеть это нужно будет. Вы знаете, вот мне кажется, сейчас, вот если мы так рассуждаем, мы делаем одну очень серьезную ошибку. Мы пытаемся нашу с вами картину мира, у нас она примерно с вами одинаковая. Ну, похожая, по крайней мере, уж точно. Мы же не первый раз с вами общаемся, я примерно понимаю, что у вас в голове за картина мира. У меня она примерно такая же. У Путина совершенно другая картина мира. Понимаете, вот согласитесь, даже невзирая на моральные какие-то принципы, на то, что мы как-то отличаемся от Путина своим представлением о добре и зле, но даже если отбросить моральные принципы, отбросить разные представления о добре и зле, ни один нормальный человек не напал бы на крупную европейскую страну, самую большую по территории, имея в качестве ресурса 200 тысяч человек. Ну, кто? Вот что надо было иметь в голове для того, чтобы напасть на огромную страну, огромную по европейским меркам, значит, с довольно сильной профессиональной армией на тот период, на момент начала. Сейчас-то она стала еще более сильной, еще более профессиональной, но она и тогда была, украинская армия, довольно крепкой. И вот начать эту войну в центре Европы, причем напасть на девяти направлениях, то есть раздробить силы, имея в качестве цели захватить огромную страну силами 200 тысяч человек. Но это вообще, но это свидетельствует о том, что у него в голове была совершенно другая картина мира. Она была абсолютно неадекватной. Абсолютно неадекватной. Он был убежден, что нет никакой Украины. Мало того, ему там все эти медведчуки и прочие предатели рассказывали, что все готово, и что его будут с цветами ждать. Он действительно верил. Там у этих самых солдат, которые шли, танкистов, которые шли на Киев, у них там была парадная форма заготовлена. Они рассчитывали, так сказать, парадом на Киев, и устроить парад на Крещатике. То есть это все результат абсолютно ложной картины мира, которую Путин сам себе создал в голове, и которую с удовольствием поддерживали его Халуи. Говоря ему о том, что украинцы это просто немножко неправильные, одураченные русские, которые с удовольствием примут, так сказать, хозяйский сапог. Что в Украине нет армии, что... Ну и так далее. Вот эти вот все глупости. Что нет никакой страны Украины, что Зеленский там это труска, трусливый там актеришка, который тут же сбежит. Вообще все разбегутся, как только увидят могучий, так сказать, российский танк. Вот этот вот бред в голове у него был. Сейчас, да, ну немножко, наверное, сделалась какой-то, произошла какая-то коррекция. Но все равно, я думаю, что та картина мира, которая у него в голове, она позволяет ему надеяться на то, что Украина сдастся. Потому что ему постоянно докладывают о том, что гигантские потери украинские, что Украина заканчивается человеческий ресурс, что Украина... Сейчас вот, значит, идет постоянное выключение света, электричества, что украинцы не выдержат вот этих тягот войны, что они сами готовы будут сместить свое руководство или там заставить идти на мир и так далее. То есть это опять неправильная картина мира. И она заставляет его продолжать войну. Ну, конечно, если бы он адекватно представлял себе, что происходит, конечно, бы он на это никогда не ввязался. Но тут есть проблема, обратная связь. Дело в том, что те люди, которые поставляют ему информацию, они ему поставляют ту информацию, которую он хочет. И он, по сути дела, сам заказывает себе картину мира, которую складывают его Халуи. И в значительной степени эта картина мира, она соответствует тому, что происходит в российском телевизоре. А уж что происходит в российском телевизоре, это я хорошо знаю, поскольку я, как медиакритик, постоянно его смотрю и описываю. И анализирую, что там происходит. И там есть убеждение в том, что на самом деле с Западом можно управиться ядерным шантажом, а в случае чего и ударить действительно ядерными боеприпасами. Причем убеждение в том, что ответного удара не будет, потому что вы боятся. Ну и так далее. Вот все эти фантастические картины, которые рисует российский телевизор, они, по сути дела, оказываются у Путина в голове. Поэтому он неадекватен. Он неадекватен. Вот что самое главное. И поэтому рассуждать о нем, как о каком-то логическом существе, которому присущ здравый смысл, не приходится. Именно неадекватность Путина явилась в том числе, наряду с его имперством, наряду с фашистскими установками, неадекватность Путина привела к тому, что он начал эту войну. И сейчас именно его неадекватность гонит, так сказать, его на продолжение этой войны. И к тому же, последнее, что я хочу сказать, что я не думаю, что надо преувеличивать некомфортность существования для Путина. У него все в порядке. Над ним не каплет. То, что там полмиллиона уже кто-то лежит в украинском черноземе, кто-то там на одной ноге скачет назад в свои родные, в родное село, это его совершенно не интересует. Да он миллион готов положить, два миллиона, три миллиона. Какая разница? На самом деле, цена человеческой жизни равна нулю в России. Это, кстати, довольно большое конкурентное преимущество. Когда человеческая жизнь не имеет значения, войну можно продолжать очень долго. Так что, вот, преувеличивать степень некомфортности состояния Путина я бы не стал. Его все устраивает. У него все в порядке. Не в порядке, конечно, у людей, которые уже прекратили свое существование, но имеется в виду в России. Это понятно. Но Путину нет дела ни до кого, кроме самого себя. Игорь Александрович, спасибо, что отвечали на мои вопросы. Как всегда, был рад услышать вас и ваше мнение. И это очень важно для нас. Спасибо, что присоединились. Спасибо, удачи вам. Берегите себя. Спасибо, взаимно.